36 лет назад советским конструкторам удалось создать автомобиль, равного которому не было в мире. Своим появлением он сломал стереотипы и стал родоначальником нового класса. Имя его ВАЗ-2121 Нива. Итак, история Нивы. Кто заказал Ниву? Работа над автомобилем началась в далеком уже 1970 году. Задачу создать автомобиль для села поставил конструктор ВАЗа Алексей Николаевич Косыгин, тогдашний председатель Совета Министров СССР. Он попросил сделать полноприводный вариант Жигулей, способный ездить в условиях бездорожья. Первоначально конструкторы предполагали лишь увеличить у Жигулей дорожный просвет и оснастить машину полным приводом. Но затем решили сделать принципиально новый автомобиль. Задача оказалась крайне сложной. В чем была новизна Нивы? Инженеры ВАЗа замахнулись на немыслимое. В сжатые сроки создать первый в мировой практике комфортабельный внедорожник малого класса. Почти все выпускаемые тогда джипы имели отключаемый передний привод, зависимую подвеску, рамную конструкцию, спартанский интерьер, мягкий тентованный верх. Русские решили сделать все с точностью, да наоборот. Постоянный полный привод, независимая подвеска, несущий кузов и комфортабельный салон. Этими качествами обладали тогда лишь Рейндж Робер, джип Вейгонер и, пожалуй, Дженсер ФФ. Но это были автомобили другого класса. Кстати, постоянный привод на все колеса был применен на Ниве не из желания соответствовать моде и не из желания обеспечить устойчивость автомобиля на скользкой дороге. Этот вопрос даже не обсуждался, а вынужденно от бедности. Это первый из перечисляемых фактов. Дело в том, что обязательным условием поставок автомобиля на конвейер было использование агрегатов от легковых вазов для утешивления производства. А жигулевские детали трансмиссии не выдерживали перегрузок от гуляющей по ней паразитной мощности. Дифференциалы главной передачи быстро выходили из строя. Вспомнили об исследованиях, проведенных конструктором Лефаровым на МАЗе еще в 50-е годы. Он тогда пришел к выводу, что при определенном сочетании конструкторских решений ведущее колесо испытывает сопротивление качению меньше, чем ведомое. Соответственно, уменьшается и нагрузка на трансмиссию. Для достижения этого эффекта нужно лишь включить трансмиссию межосевой дифференциал. По этому принципу была выполнена трансмиссия полноприводного грузовика МАЗ-501. Было это в 1955 году. Специалисты Ауди пришли к аналогичному выводу значительно позже. Их знаменитый Квадро дебютировал лишь весной 1980 года. Первый вариант автомобиля под рабочим названием E2121 был готов уже через два года после получения задания. Его тут же прозвали крокодилом. Зарубленные угрюмые формы. Линии кузова были прямые. Верх брезентовый. Переднее стекло откидное. Ничего общего с привычной нам Нивой тот автомобиль не имел. Первые четыре Нивы в привычном облике были собраны к концу 1973 года. Все работы над новинкой окружал режим строжайшей секретности. Для введения особо любопытных в заблуждение на прототипов закрепили таблички с эмблемой несуществующей марки Formica по латыни «Муравей». На испытании всем окружающим машину по секрету представляли как новый румынский Fiat. Слухи в народе расходятся быстро. Одна из машин проходила испытания в Средней Азии. И ведущий конструктор проекта Петр Прусов, прибывший туда самолетом, уже в аэропорту Ташкента узнал, что в этих краях Румынии испытывают какой-то новый полноприводный Fiat. Перед государственной комиссией встал вопрос, по какой программе испытывать необычную машину. Стандартная программа тестов вездеходов была очень жесткой, почти без асфальта, с большим процентом бездорожья. Легковая же программа наоборот включала преимущественно асфальт или чуть-чуть укатанного грунта и щебенки. Не тот, не другой вариант в чистом виде универсальной машины не годится. В итоге обе программы были перемешаны, что отразилось в появлении новых ГОСТов на испытания. Это было официальным признанием появления новой категории автомобилей, легковых, полноприводных. Нива открыла новую страницу в истории не только отечественных, но и всемирных внедорожников. Испытывали Ниву в первую очередь на Димитровском автополигоне. Там был раскисший грунт и натуральное болото. В сравнительных испытаниях, кроме Нивы, принимали участие серийный УАЗ-496Б и два лучших в мире на тот момент внедорожника, Рейндж Ровер и Лайн Ровер-88. В итоге, будучи самой слабой относительно легкая Нива, превзошла всех по умению проходить короткие трудные участки. Сходу у испытателей даже появился термин для обозначения этого качества машины. Динамичное преодоление препятствий Нивы они назвали пролетаемостью. Правда, на длинных тяжелых участках, где от машины требуется умение идти медленно, но долго в натяг Нива проигрывала тем же УАЗом и Ланд Ровером. Каждому свое. В итоговом отчете комиссия дала такую оценку Ниве. Автомобиль выдержал приемочные испытания и пригоден для постановки на производство и постановки на экспорт. 31 июля 1975 года вышел соответствующий приказ Минавтопрома за номером 199 о постановке в производство новой модели повышенной проходимости ВАЗ-2121 Нива. Близился очередной съезд КПСС. В лучших советских традициях на заводе было решено в подарок съезду собрать 50 новых автомобилей. Их собрали в феврале 1976 года по так называемой обходной технологии. Автомобили из этой партии ее называли опытно-промышленной. В продажу не поступали, а были распределены по организациям в разные регионы страны. Таким образом, авторитетное мнение о том, что кто-то обладал Нивой и с первой партией очередной миф. Эксплуатация опытных Нив проходила под наблюдением базовцев, которые регулярно облетали эти регионы, собирали информацию и разбирались с эффектами. А в апреле 1977 года с конвейера Волжского автомобильного завода сошлась первая по-настоящему серийная Нива. Напомним, выпуск Нивы начался за три года до того, как Ауди освоила производство своей первой модели с постоянным полным приводом. В 1977 же году был снят 30-минутный рекламный ролик под названием «4 на 4» с участием Нивы, где она демонстрировала строителям коммунизма все, на что способны и даже немного больше того. И после этого, кто еще будет утверждать, что реклама СССР появилась после перестройки? Сколько она стоила? Первые Нивы стоили ровно 9 тысяч рублей, чуть меньше Волки. 1 июля 1979 года все советские легковые машины подорожали, и Нива потянула уже на 10 тысяч 300 рублей. Это снизило покупательский интерес к ней, и ценник вернули в прежнее русло. Но главной проблемой для советского человека всегда были даже не деньги, а невозможность потратить их. Мало того, что до 80% всех собранных Нив уходило на экспорт, так еще и купить оставшиеся 20% было непросто – дефицит. Мнение, будто Ниву, как и большинство советских машин за рубежом продавали по дешевке, еще один миф. В отличие от других советских авто, Нива за бугром всегда стоила дорого. Так, бензиновая Нива стоила в Германии в начале 80-х 22 тысячи дойчмарок, а дизельная – чуть меньше 26 тысяч. В Англии ее стоимость составляла в январе 1996 года 7999 фунтов стерлингов, 12 078 долларов США по курсу того времени. Нива за рубежом Нива никогда не продавалась за границей, в том же виде и в той же комплектации, что и на внутреннем рынке в СССР. Там на нее ставили высокую крышу, расширенные колесные диски, специальную резину, панорамные зеркала, задние дворники. На первых наших авто их не было. Ее перекрашивали, клеили на нее молдинги, а салон перешивали. Задние сидения делались складными, передние – анатомическими. Машина комплектовалась люками, расширительными колесных арок, иными решетками радиатора, лебедками. На Ниву ставили защиту фар, протентуманки, кенгурятники и подножки. Это все 20 лет назад. Благодаря уникальности конструкции, удивительной проходимости и выносливости Нивы за рубежом превратилась в легенду. Ее оценили в Бельгии, Голландии, Великобритании и Германии. В Германии на покупку Нивы нужно было записаться в очередь, как на Мерседес. В странах же Восточной Европы предварительная запись на Ниву в 80-х вообще нормальное явление. Толчок к бурному росту продаж автомобиля в Европе дала погода. В 1979 году зима в Европе выдалась необычно снежная. Обычные легковушки передвигались по неудобным дорогам с большим трудом. Не привыкший к заносам европеец, отрубью и завистью взирал, как русская Нива проезжала даже там, где сидели тяжелые джипы. Лучшей рекламы трудно было представить. В тот год в одной только Германии Нив продали в 4 раза больше, чем годом ранее. Ниву успешно продавалась в более чем 100 странах мира. Ее собирают в 6 странах, в Бразилии, Эквадоре, Чили, Панаме, Греции, Канаде. В Новой Зеландии в 80-е годы 40% регистрации всех внедорожников приходилось на Ниву. А в Австралии она несколько лет занимала 90% внедорожного сегмента рынка. Во Франции же Нива была вообще культовым автомобилем. Во многих странах до сих пор существуют клубы любителей Нив, а в Англии поклонники Нивы даже издают свой журнал. Показательный момент, ярко характеризующий влияние, оказанное Нивой на мировой внедорожный автопром. В 1986 году японцы подали руководителю проекта 2121 Петру Прусову рекламный проспект своей будущей модели Сузуки Витара с надписью «Крестному отцу этого автомобиля». Комментарий, как говорится, излишний.